Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет информационное видео. Надоело додумывать, надоело строить догадки. Передо мной сидит человек, девушка прекрасная Наталья, которая как раз вот пару дней назад приехала из Германии, она пересекала границу, была в Шереметьево, проходила проверку. Поэтому предлагаю послушать из первых уст, как все это было. Я думаю, что будет очень интересно, поэтому обязательно лайк перед просмотром и не забывайте подписаться на канал. А мы начинаем. Начнем с первого вопроса. Как ты выехала из Мариуполя во время боевых действий? Где ты была и как получилось у тебя вырваться из города? Так, ну были мы на Кирово, да, если знаете, я надеюсь, все знают мариупольцы. Как раз вот в тот момент, когда мы хотели оттуда выходить, а это было 18 марта, то есть как раз сосредоточились бои с двух сторон на нашем доме, то есть через наш дом перепуливали туда-сюда. Ну и попадания было очень много в наш дом. Дом три раза горел, мы всю питьевую воду отдали, поэтому у нас не было выбора, и нам нужно было просто оттуда уйти. Как бы выходить нам не разрешали, потому что сказали, что работают снайперы, и выходить нежелательно. Но выхода не было, потому что в мой дом прилетело именно над моей квартирой, попали в зал, и в моем зале потолок сложился, то есть вот вещи все теплые, которые были, там диваны, все остальное, то есть этого не стало, то есть спать было не над чем вообще, как бы одевать нечего, всю воду отдали, поэтому это было уже вынужденное решение, что мы должны были выйти. Ну и то, что мы слышали, получается, единственный путь, где можно было выйти, это на 17-м, это порт-сити, что там вывозят якобы автобусы, до нас так дошли эти слухи, ну и мы собрались идти, то есть вышли с собаками, с вещами, то, что на нас было, потому что толком ничего как бы взять уже нечего было, оделись и вышли, пошли вверх, мы прошли, получается, пропускной пункт, там были российские солдаты, они нас чуть-чуть направили, куда нам идти правильно, и мы пошли на 23-й, но так как наступал коментантский час, и мы не успевали дойти, то нам нужно было где-то переночевать. Но добрые люди, к сожалению, нас в подъезд не пустили, поэтому мы пошли дальше, мы стали искать какой-то, не знаю, там, заброшенный садик, мы нашли на 23-м садик, я посмотрела, конечно, на подвал, который там, это было жутко, мы с детьми, то есть не очень хотелось там оставаться, поэтому мы пошли дальше, я нашла знакомого, который нас пустил, соответственно, мы у него переночевали, и утром пошли на Порт-Сити на заправку, где вывозили уже автобусы. Там опять же нас встретили российские солдаты, то есть они нас угостили сладостями, ну а так как у нас вся еда, мы долго уже там толком ничего не ели, поэтому мы были очень рады этим сладостям, покушали, сели в автобус и нас отвезли в Володарск. В Володарске нас поселили в, по-моему, это была школа, да, это был спортзал в школе, и мы переночевали в этом спортзале, мы хотели выехать в Украину, но, соответственно, у нас не было такой возможности, потому что оттуда автобусы вывозили только на Россию, то есть у них не было предусмотрено пути на Украину, а нам нужно было выезжать именно на Украину, потому что там папа, да, поэтому туда, и там была помощь для нас. Ну и когда мы как бы уже начали спрашивать, как делать, то есть вариантов не было, нам подсказали выйти на Мангуш, и там по трассе уже ехали машины, эвакуационные автобусы там проезжали, то есть нас кто-то мог бы забрать. Мы вышли, нас, вернее, подвезли до Мангуша, оставили на трассе, там как блокпост, наверное, был какой-то российский, и, соответственно, на этом блокпосту стояли мальчики российские, и они нас посадили в машины, то есть ехала также семья, и у этой семьи были места вот именно как раз для нас, у нас было 5 человек и плюс еще 2 собаки. Ну, спасибо большое, нас подобрали и повезли. Опять, было не без приключений, у нас поломалась машина ночью, то есть нам пришлось заночевать, потому что, ну, как бы на дороге мы не хотели оставаться ночевать, там простреливали и все остальное, поэтому мы заночевали хорошо, тоже там были очень добрые люди, я не знаю, по всему пути нам всегда попадались очень добрые люди, которые отзывчивые, они нам помогали, то есть как бы они нас накормили, уложили, мы вышли у нас, ну, все... Кроме подъезда, в который не пустили, да, я так понимаю? Ну, я как бы буду считать, что действительно в них не было места, как нам сказали, что вот нет места в подъезде, ну, ладно. Вот, и как бы когда же приехали туда тоже, мы все были грязные, в саже, эти костры, подвалы и все остальное, то есть люди не побрезговали, предложили нам искупаться, мы постирали вещи у них, они нам дали свои еще вещи, ну, и благополучно мы доехали уже так до Днепропетровска, то есть в Днепропетровска я уже потом села на эвакуационный поезд на Львов, и во Львове нас встретил уже папа, да, моего сына, и, соответственно, помогли нам сесть на поезд, который ехал уже на Польшу. И вот проехав до Польши, там мы встретили поляки, тоже очень радушно, тоже нам там булки, пиццы и все остальное, для собачки сразу там целый набор водичкой и все остальное, то есть это действительно было прикольно, как бы люди встречали, там помогали, вот, и оставили нас в лагере переночевать, именно в Польше мы переночевали, но, к сожалению, мы были голодные, когда выезжали, да, мы еще отравились по дороге, потому что желудки уже просто не работали, все это мучное, угощали, конечно, в основном там, ну, и пиццы горячие, мы их увидели голодные, мы их наелись, на желудки, ну, остановился, и, соответственно, мы еще и заболеть там умудрились, но благополучно, как бы, после Польши мы добрались до Германии, в Германии мы связались по дороге, пока мы ехали, мы связались с волонтерами, девочка волонтер, то есть, и она уже нашла нам семью, пока мы ехали туда, в Германию, то есть, когда мы приехали в Германию, вышли с поезда, нас уже встретила семья, и привезли к себе домой, ну, я вообще подумала, что я попала в рай, потому что это был, ну, это был очень красивый дом, двухэтажный, это была такая, как, ну, веранда у них, свой двор, то есть, там стояли лежаки, там гриль, стол, то есть, все, я думаю, боже, я попала на отдых, ну, было красиво, они радушно приняли, тут же они нас кормили, ну, и, соответственно, как бы, я была очень довольна условиями, мне все очень нравилось, и то, как отнеслась, то есть, они дали абсолютно все, вот, вплоть до, там, зубной щетки, прокладки, полотенца, одежда, то есть, ну, все это действительно, имя было бескорыстно дано, то есть, чтобы мы пользовались. Вот такой вопрос, немцев государство обязывало вам помогать, либо они получали за эту помощь что-то от государства? Ну, когда я, допустим, приехала, я разговаривала вот с этими немцами, то есть, они самостоятельно, бескорыстно, то есть, вот, первые, которые приезжали беженцы, люди искренне им просто хотели помочь, и даже ничего за это не требовали, то есть, просто кто мог, предоставлял свою жилплощадь, и, там, на первое время помогали, как-то, ну, там, деньгами, там, едой, и, ну, им, они ничего не оформляли. Но вообще, как бы, государством предусмотрено, что если у них селится украинец, то им компенсируют, вот, как аренду жилья, то есть, ну, там, соответственную сумму, там, за жилье им компенсируют, ничего больше. Сколько времени ты пробыла в Германии? Ой, получается, я приехала туда где-то 23-го, плюс-минус 24-го марта, сегодня у нас? Конец апреля. То есть, уже больше двух лет. Как ты добиралась из Германии в Шереметьево, и сколько это у тебя заняло времени? Так, из Германии, получается, я вылетела в 18.30 вечера из Штутгарда. Из Штутгарда я прилетела в Стамбул, ну, где-то там в полодинадцатого вечера, но это, соответственно, уже по турецкому времени. Потом в 9 утра по турецкому времени я вылетела на Шереметьево. В 13.15 у нас была посадка, ну, где-то в это время я прилетела. Пока там прошли паспортный контроль, прошли в зал ожидания уже, где именно для украинцев фотофильтрация проходила. И в 2 часа я уже сдала туда паспорт. Я с ночевкой, то есть, если бы я подобрала самолет, то я была бы еще быстрее. Это, получается, дорога заняла меньше суток? Ну да, получается, я вылетела в 18.30. В час 15 следующего дня я уже была в Шереметьево. Как проходила процедура пересечения границы? Ну, как бы я, конечно же, боялась, потому что я наслушалась очень много в интернете, посмотрела роликов про Шереметьево, начиталась очень много чатов, где там тоже информация очень разнится. Ну, действительно, не надо никого слушать, нужно делать самому и пробовать лететь. Ну, когда я прилетела туда, ну, во-первых, я для себя еще в этих чатах я узнавала там, что, какие условия. То есть, там действительно есть кулер с водой, как девочки писали. Ну, мне повезло, вода была, потому что там говорили, что нет воды. Некоторые, кто едет с детками, это очень актуально, да, то есть, если вода есть, нет, туалеты, то есть, туалет есть, вода есть, есть автомат с какими-то снэками, сэндвичами. Ну, а да, действительно, там нужны мелкие деньги. У меня были 500 рублей, как бы, а он принимал только минимум 100 рублей. Поэтому я не смогла ничего там купить. Ну, получается, в 2 часа ко мне уже подошли, взяли мой паспорт. Сначала они забирают паспорт, откатывают пальчики, делают фотографию фас-профиль, как преступника. Вот. Ну, там никаких вопросов они не задавали. Мальчики просто шутили. У всех было хорошее настроение, как бы, ну, очень позитивные были сотрудники. Мне всё понравилось. И попросили подождать. То есть, я подождала буквально ещё, наверное, ну, я не знаю, там часика 2-3, может быть. И меня уже вызвали именно поговорить. Ну, вызвал меня тоже очень такой холёсенький, приятненький, рыженький мальчик. То есть, он был, ну, моложе меня намного, да. Тем не менее, он очень был позитивный. Он шутил. То есть, там, даже старался что-то мне помочь. Мальчик у неё спросила о Wi-Fi, то есть, как подключиться, потому что там действительно проблема. Вот Wi-Fi, если нет российского телефона, я не могу совершить звонок для того, чтобы подключиться к этой сети. То есть, это было, ну, то есть, нужно заранее как-то продумывать, как подключиться или как иметь там интернет. Вот. И получается, мы с ним поговорили, он задал несколько вопросов. Провокационного вопроса вообще не было. Единственное, что он пошутил там, а не пыталась ли вас вербовать Германия? Ну, конечно, я тоже отшутилась, что у меня есть более интересные занятия, чем шпионить. Вот. Задал несколько вопросов по телефону. То есть, у меня были чаты Шереметьевна. Он сказал, у вас очень много чатов. Вы изучали досконально, как пройти. Я говорю, да нет, я не изучала. Мне просто нужно было знать информацию для комфорта моего пребывания. Потому что некоторые говорили, что там по 25 часов, по двое суток сидят. То есть, ну, мне нужно было понимать, что я должна с собой взять, чтобы мне было комфортно. Ну, и после того, как мы с ним поговорили, буквально там через час уже попросили собрать вещи и провели на пропускной пункт. Всё. То есть, я сдала паспорт. Прилетела я в 13.15. Сдала паспорт я в 2 часа. И в 17.00, ой, в 19.00, в 7 вечера я уже вышла из Шереметьево в такси. Всё. То есть, по сути, за 5 часов пребывания в Шереметьево, да, ты прошла? Да, я прошла за 5 часов. А скажи, пожалуйста, процедура для мужчин точно такая же? Либо мужчины задерживались там на дольше? Ну, вот те мужчины, которые приехали перед нами и с нами, то же самое, да. Я видела, что они очень легко и просто. Ну, то есть, примерно такое же время, как мы, они тоже уходили. И перед нами ещё были девочки. Они приехали через Белоруссию. Но единственный момент, что вот у них было из негативного, да, что в Белоруссии их закрыли в какой-то комнате. Но они говорят, что это был нонсенс. Такого раньше не было. И вот в этой комнате их продержали 5 часов без воды, не выпускали в туалет. То есть, как бы, ну, люди были все в шоке. Как так? Плюс там животные. Но говорят, мы все терпели. Поэтому, ну, вот здесь, как бы, такой момент был не очень приятный. Но, тем не менее, девочки приехали в 9 утра. И, по-моему, вот они уже часиков, наверное, в 4-5, они уже тоже вышли. То есть, довольно-таки быстро. Но нюанс. То есть, я слышала это тоже неоднократно, что очень многие говорят, что нужно попасть на хорошую смену. И как раз их водитель подсчитывал, чтобы попасть на эту хорошую смену. Ну, и я так думаю, что, наверное, почему я так быстро прошла? Потому что вот я попала на эту хорошую смену. Много ли людей развернули обратно во время твоего пребывания в Шереметьево? Ну, они делают очень хитро. То есть, либо действительно при нас никого не разворачивали, либо они уже просто не афишируют это. и они говорят человеку, подходят, они держат паспорт, подходят к человеку и говорят, соберите вещи, пошлите на выход. То есть, а вот там уже, куда они его, то ли они его в обратку отправляют, то ли они его выпускают в город. Поэтому при мне вот так открыто никого не отправили назад. Но опять там какие-то были, вот я видела паспорта там с какими-то наклеечками красными. То есть, я думала, о, наверное, вот этих, ну, понять, у кого какие наклейки, там, если будет идти, чтобы увидеть там, прошла или не прошла. Но как бы я же говорю, я не знаю, я не увидела никого. В общем, вопрос остаётся открытым. Да. Как ты добиралась из Москвы в Мариуполь? Так, ну, мне повезло, у меня, у меня очень много друзей, поэтому меня, во-первых, встретила подруга, я у неё переночевала, потому что, потому что на то время, вот, которое, в которое я вышла, да, в 7 часов, то есть, уже поезда, не поезда я даже не пробовала, автобусов не было, ну, поезд-то и дольше идёт. Действительно, на это время уже, вот, после 7 часов уже ничто не ехало. Если бы, ну, я там утром вышла, то, конечно, я бы уехала сразу. А так, я переночевала у подруги, и в 14.30 они посадили меня на автобус до, он, по-моему, ушёл до Донецка. Ну, и, соответственно, я в Мариуполе вышла. То есть, села я в 14.30 и приехала в Мариуполь я в 10 часов. Мы чуть-чуть постояли на пограничном этом пункте, ну, соответственно, проверили наши документы, опять же, сказали, если вы едете из Шереметьево и у вас есть вот эти отметочки, то всё будет очень быстро. Если вы едете по просто украинским паспортам, то это будет дольше. И люди, которые с нами были, те, которые, ну, как они сказали, что иностранцы, все вот иностранцы будут проходить долго, их высадили, ну, и, соответственно, мы уехали без них. Сколько времени ты находишься сейчас вот в Мариуполе уже? Ну, если я приехала в 10, в понедельник, сегодня у нас в четверг вечер, то есть я уже одни, вторые, третьи, да, больше трёх суток. Ты много успела увидеть за эти три дня? Ну, в принципе, да, я уже практически весь город проехала, я не была в глубине левого берега, и я ещё не была на море, вот, два главных места, которых я не посетила. Как так? Море – это первое, вот, куда люди едут, как только приезжают в Мариуполь. Ну да, я, наверное, очень люблю, поэтому я бы сразу хотела пойти покупаться, а купаться сейчас не сезон. Ну, как бы, да, я, в принципе, везде была, единственное, что я хотела ещё пойти к драмтеатру посмотреть более вблизи, потому что я бы проезжала мимо. А так, вот, Приморский район, Жакневый район, вот, все, как бы, Ильичовский тоже район мы были, то есть, все уже посмотрела. Как в целом впечатления о городе? Тебя не было здесь два года, вот, ты приехала через два года, ты видела город разрушенным, да, наверное, вот, последний, последний раз. Какие сейчас у тебя эмоции вызвал Мариуполь? Ой, ну, я, наверное, просто так, как я тут прожила с рождения, да, и я этот город знаю, с тех пор, как он только, вот, начал изменяться, там, обустраиваться, да, когда, вот, появились эти все красивые здания, то есть, я его видела еще таким, каким он, ну, был там в свое, какие, 70-е года, поэтому, ну, не знаю, для меня, я же говорю, если сравнивать вот с тем, что, когда я выходила из города, это был такой, реально, хоррор, и, ну, это кадры из фильма, то есть, ты идешь и понимаешь, что, ну, такого не может быть вообще, это все так страшно, эти обломки, эти разрушенные дома, эта техника покореженная, то есть, как бы, ну, это, это действительно было, этот спортсити весь сгоревший, то есть, действительно, все было очень и очень печально, то, ну, вернувшись сейчас, если сравнивать с тем, из которого я выходила, конечно же, сейчас очень даже хорошо, то есть, во-первых, даже не бросаются в глаза, вот, те объекты, которые еще разрушены, то есть, их максимально постарались скрыть, там, чем-то огородить, тот же драмтеатр, натянуть какую-то ткань, то есть, ну, чтобы это не так было заметно, поэтому, ну, впечатление, в принципе, хорошее, то есть, я не скажу, что меня там что-то там напугало, или оттолкнуло, нет, город довольно-таки приятный, тем более, ну, как бы, это родной город, да, я его знаю, и все остальное, но если сравнивать с тем Мариуполем, который был до 22-го года, то, ну, конечно же, на сегодняшний день он еще не восстановился, но то, как его делают, да, я заехала, я сразу увидела краны, я сразу увидела стройки на левом берегу, то есть, действительно, везде рабочие, то есть, везде его стараются, я так понимаю, максимально быстро восстановить, поэтому, ну, я думаю, что все будет хорошо, и он максимально быстро восстановится, даже сейчас, вот на этом этапе, как я увидела, мое впечатление было хорошее. По твоему мнению, изменились ли жители Мариуполя? Хороший вопрос. Ну, если, опять же, я приехала, я общалась со своими друзьями и знакомыми, да, ну, соответственно, я не вижу изменений, все абсолютно такие же, то есть, ничего не изменилось, если говорить о, я пришла к девочкам, да, я оформляла документы, оформляла, ну, все то же самое, то есть, я не вижу какой-то разницы, и в людях, и я там заходила в магазины, то есть, не скажу, нет, для меня не изменилось, то есть, для меня все как были позитивные, хорошие, все хорошо. И последний вопрос, что бы ты посоветовала людям, которые хотят вернуться домой? Ну, я всегда и своим тоже знакомым говорила, да, если у вас здесь есть родственники, если у вас здесь есть ваши друзья, да, окружение, и вас тянет домой, и особенно, если у вас здесь есть жилье, то, конечно же, нужно возвращаться. За границей, в принципе, очень тяжело, но моя картинка чуть-чуть, она, наверное, нестандартная, потому что я приехала, и до этого я уже общалась с мужчиной, да, то есть, ну, как бы я когда ехала, я уже понимала, что я еду, и я буду там с ним встречаться, то есть, я живу, и мне очень хорошо помогает, да, вот, мужчина, ну, на сегодняшний день, это уже мой муж, поэтому сказать о том, что всем там легко, нет, конечно же, не легко, я знаю очень много людей, которые там живут, и им очень тяжело, их тянет домой, то есть, вот, если есть такая проблема, и вам там плохо, то я считаю, что нужно возвращаться, и здесь в ближайший год-два, я думаю, будет город-сад, и отсутствие заводов, наше море, наша инфраструктура, если восстановится, я думаю, тут будет очень хорошо. Ты увидишь наше чистое море, и мне кажется, ты снова влюбишься, и не захочешь уезжать. Окей, хорошо, завтра поедем, посмотрим. спасибо большое за интервью, мне было безумно интересно, друзья, я думаю, что вам тоже, поэтому, вы знаете, что делать, всем пока. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok